Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок. Сегодня я хотела бы рассказать вам немножко о таком назойливом друге или недруге, который часто досаждает многим огородникам, как пырей. Эта культура, когда появляется на нашем участке, не вызывает особого энтузиазма. Смотрим мы на это растение и думаем, как же нам от него избавиться. Есть несколько методов, и все они достаточно такие с большими минусами. Ну, естественно, прополка. Обычное сбивание пырея с тяпкой ничего, к сожалению, не дает. Как и большинство корневищных многолетников, которые имеют подземные корневища, которые просыпаются в различных местах, от тяпания тяпкой это растение только разрастается еще в пуще. Избавиться таким методом нереально от пырея. Пропашной метод, когда поле перепахивается, а затем бараной сгребаются корни, которые оказались на поверхности, он пригоден только для полей, которые обрабатываются. Если пырей завелся у вас в цветнике, либо среди овощей, таким методом, конечно, избавиться от него нереально. Выкапывание его с корнем отбивает всякий энтузиазм, поскольку выкапка это, конечно, очень тяжелое и трудоемкое занятие. Переворачивая тонны грунта, ты достаешь эти корневища, а спустя какое-то время ты все равно видишь, что он лезет от соседей из-под забора. Есть, конечно, метод для неленивых, но и для тех, кому, наверное, не так важно, насколько безопасен его сад. Можно, конечно, обработать пыре гербицидами. Гербициды сплошного действия, в том числе Roundup, всем известные, доступные на рынке. Но я бы все-таки не советовала использовать этот препарат. Кроме того, что он может при обработке попадать на полезное растение и вызывать у них токсические повреждения, которые могут привести в том числе и к гибели растения, этот препарат не так безопасен для человека. Последние исследования показали, что продукты распада Roundup способны вызывать канцерогенный эффект. И, в общем-то, не так-то уж он и безопасен, как его долгое время позиционировали. Поэтому у меня есть свой метод борьбы с этим сорняком. С ним справится даже самый ленивый мужчина. В чем заключается этот метод? Мульчировать органическим материалом пырей бесполезно. Тонкие шиловидные его побеги, они прорастут легко. Но если накрыть почву, на которой мы хотим избавиться от пырея, черной полиэтиленовой пленкой, и оставить ее на три недели летом, если это место нормально освещено солнцем, то при перекопке мы убедимся, что практически все корневища пырея погибли, как погибли и другие сорняки. После такой вот тепловой обработки пропадает не только пырей, пропадает большинство корневищных сорняков, которые так или тем или иным образом могут колонизировать наш сад. Прежде всего, этот метод идеально убивает крапиву. Также он очень сильно ослабляет вьюнок или березку, но, к сожалению, избавиться совсем от вьюнка очень сложно. У него очень глубоко уходящие корневища и не с первого раза получается. Ослабляется осод полевой, ослабляется бодяг полевой. То есть сныть, если это легкая такая супещаная почва, тоже погибает полностью. Но если это суглинистая тяжелая почва, то сныть для ее изничтожения на такой почве под черной пленкой потребуется больше времени, приблизительно 4-5 недель. То есть нужно, чтобы почва хорошо прогрелась. Тогда мы практически полностью уничтожаем вот эти корневища, которые находятся в земле. После того, как мы снимаем черную пленку, нам остается только перекопать и выбрать из почвы остатки корней, которые все-таки сохранились. Их сохраняется на самом деле совсем немного. Ну а если вы решили не бороться с пыреем, то я расскажу вам о той пользе, которую может принести это растение. Естественно, все, что мы не можем уничтожить, следует использовать по его назначению. На самом деле пырей – это достаточно ценное растение. И корневища его в голодные годы служили в том числе и хорошей пищевой добавкой. Они содержат большое количество крахмала и различные вещества сахароподобной структуры. То есть они достаточно питательны. Кроме того, отваром корневищ пырея, а также отваром травы пырея лечат кожные заболевания, такие как диатез у детей, крапивница у взрослых, также смягчается нейродермит и различных происхождений. Также облегчается состояние. То есть полного излечения, конечно, не наступает. Но вот эти высыпания, эти пятна, они значительно уменьшаются. Для заготовки корневищ их выкапывают рано весной, либо поздней осенью, когда вегетация закончена. То есть хорошо это совмещать с моментом, когда перепахивается поле, то есть перепахивается поле, засоренное пыреем. После того бараной выгребаются эти корневища. Выбираются только корневища пырея, потому что могут быть и корневища других каких-то сорных растений. После этого их промывают в холодной воде и хорошо высушивают в прохладном таком месте, ну, не жарком точнее месте. То есть высушивается при обычных комнатных условиях в затенении. Хранятся сухие корневища пырея до двух лет. Их следует сохранять либо в стеклянных банках с притертыми крышками, поскольку они очень легко заселяются различными грызущими вредителями, типа моли, либо хлебных всяких вредителей. Либо их можно хранить небольшое количество времени в бумажных пакетах. Надеюсь, мой рассказ был полезен. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok